Привет, с вами Олег Кучеренко, проект Hotline Video и самая маленькая гибридная камера со вспышкой и сменными объективами Panasonic GF2. В сравнении с зеркалкой GF2 выглядит даже как-то смешно. Скругленные края и миниатюрный комплектный объектив также играют в этом свою роль. Камера спокойно помещается в карман брюк. Поклонники практичности оценят алюминиевый корпус и отсутствие глянца, за исключением серебристой вставки возле наплыва под руку. Последний позволяет увереннее держать камеру одной рукой, что немаловажно с учетом размеров. На верхней грани расположены рычаг включения, кнопка iAuto с ярко-голубой подсветкой, клавиша записи видео и спуска затвора. Чуть левее решетки стереомикрофона и горячий башмак с проптом для подключения дополнительных аксессуаров. Помните робота Воль из одноименного мультфильма? Встроенная вспышка мне его постоянно напоминает по дизайну и сложности конструкции, за счет которой она занимает очень мало места внутри корпуса, но поднимается на достаточную высоту относительно оси объектива. Большую часть задней панели занимает трехдюймовый дисплей с умеренными углами обзора. Остальные органы управления скучковались справа и предлагают минимум необходимого. Выбор чувствительности, баланса белого, скоростных режимов, фокусировки. Тут же клавиша просмотра от снятого материала, меню и быстрого изменения параметров, а также колесо управления, которое еще и нажимается. На этом моменте у вас должно появиться ощущение, что чего-то не хватает для полноценного управления устройством такого класса, и вы правы. Остальная функциональность возложена на сенсорный дисплей. Отзывчивость интерфейса достойна восторга, на нажатие он срабатывает мгновенно. Экран выполнен по резистивной технологии, это значит, что он будет реагировать не только на пальцы, но и на комплектный стилус, а также изящный женский маникюр и перчатки. Справа под заглушкой размещены HDMI и дата-разъемы. На нижней грани металлическое штативное гнездо и спаренный отсек для карты памяти SD, и довольно емкой батареи на 1010 мАч, которая хватит на 400-500 снимков от одного заряда. Для выбора режима съемки следует нажать на соответствующую пиктограмму, или сделать это через меню. Остальные пункты разделены на настройки фоторежима, видеосъемки, пользовательское меню, общие настройки аппарата и меню просмотра. Режим iAuto включается специально отведенной кнопкой в любом из режимов и сам управляет всеми настройками. Это особенно удобно, когда вы пользуетесь ручными настройками, и тут вдруг рядом в совершенно других условиях освещения произошло что-то интересное. Одно нажатие кнопки и с большей вероятностью вы получите удовлетворительный результат. Правда яркость подсветки иногда может откровенно раздражать. Интересно реализована функция гида для неподготовленных пользователей. Жмете на любую из множества иконок на экране, читайте короткое описание и можете тут же изменить данный параметр. В быстром меню возможно строить необходимые пункты и их порядок, что очень облегчает жизнь фотографу, имеющему уже сформированные привычки. Одно из основных удобств использования сенсора на дисплее, возможность выбрать точку фокусировки по тапу в нужном месте. Возможно изменить и область фокусировки. Скорость серийной съемки составляет чуть больше 3 кадров за секунду и позволяет сделать до 20 снимков серии при съемке в чпек или 6 в RAW. Чувствительность 12-мегапиксельного сенсора сдается в пределах от 100 до 6400 единиц. Сенсор размера микро 4,3 использованный в Panasonic GF2 слабо выглядит на фоне современных APS-C моделей. Посудите сами, приемлемое соотношение шума и детализации можно наблюдать только до значения ISO 800. На большей чувствительности артефакты изображения стоят слишком заметны даже при конвертации из RAW, а значение 6400 тут и вовсе для галочки. Тем не менее, это не отменяет достоинств GF2 в сравнении с мыльницами. Panasonic GF2 GF2 может записывать видео в двух кодеках AVCHD и MotionGPack. В первом случае битрейт видео составляет порядка 16 мегабит для Full HD режима 4-строчной разверткой или формата 720p. Во время записи работает фокусировка, причем почти бесшумно и не записывается на встроенный микрофон. Стоит отметить, что качество звука меня приятно удивило. Функция уменьшения эффекта от ветра отлично работает и даже на концерте вам удастся записать видео с вполне приличным звуком, без зашкаливания низких частот. Отмечу также индикатор звука во время записи, которого нет даже в продвинутых зеркалках лидеров рынка. Комплектный объектив 14 мм обладает приятной картинкой, детализацией и светосилой 2,5, но даже с учетом кроп-фактора имеет слишком широкий угол обзора, как для единственного объектива. Поэтому к нему в пару стоит сразу же приобрести зум или смотреть в сторону более универсального 20-мм блинчика. Panasonic GF2 очень удачная модель, сочетающая в себе удобное комбинированное управление, емкую батарею, качественное видео с отличным звуком и компактные размеры в крепком корпусе. Но если поставить сюда чуть менее шумный сенсор, то я бы купил такую камеру, не задумываясь, для повседневного использования и поездок именно то, что нужно. КОНЕЦ КОНЕЦ